В человеческом обществе он устанавливает формальный режим, который упорядочивает виды человеческой деятельности и человеческие отношения путем систематического применения силы со стороны политически организованного общества. Закон – это общепринятая нравственная норма, обязательная для исполнения. Здравствуйте, с вами программа «Принцип закона». Каждый день возникает большое количество вопросов, затрагивающих именно правовую сторону отношений. Будь то бизнес, конфликты в обществе, в личной жизни, произвол со стороны государственных властей. Для того, чтобы противостоять неоправданным и негативным последствиям, нужна квалифицированная юридическая помощь. В нашей рубрике «Помощь юриста» вы получите консультацию по интересующим вас вопросам. Отвечать на вопросы наших телезрителей и давать рекомендации будет наш юрист Евгений Зубов. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Валентина и уважаемые телезрители. Сегодня наши телезрители задают вопросы по трем темам, а именно вопросы, касающиеся административного права, корпоративного права и большинство по уголовному праву. Итак, будем идти по порядку. Итак, вопросы по административному праву. Подскажите, сейчас очень распространена так называемая служба дорожных комиссаров. Что нужно для того, чтобы открыть такую службу? Регистрируется ли она официально? Посоветуйте, какие нормативно-правовые акты нужно почитать? Эти вопросы задает нам Ирина из Иркутской области. Послушаем ответ юриста. Здравствуйте, Ирина. Служба дорожных комиссаров является коммерческой организацией. Оформляется оно как общество с ограниченной ответственностью, либо как акционерное общество. Подробнее вы можете прочитать в Федеральном законе об акционерных обществах от 25 декабря 1995 года, в Федеральном законе об обществах с ограниченной ответственностью от 8 февраля 1998 года, а также Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1. Регистрация данных хозяйственных обществ производится в соответствии с Федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 8 августа 2001 года. Пишет нам Валентин Гуров из Москвы. Ситуация следующая. Здравствуйте, Валентин. Данный вопрос регулируется приказом Государственного таможенного кодекса Российской Федерации о мерах по совершенствованию контроля за перемещением через таможенную границу Российской Федерации транспортных средств физическими лицами. При наличии правильного оформленного документа контроля с доставкой транспортного средства вы можете перевести транспортные средства до места регистрации, в случае, если приобретаете его в собственность. Александр Рыжов из Владивостока спрашивает, «Имеет ли право заместитель генерального директора открытого акционерного общества быть одновременно генеральным директором еще нескольких обществ закрытого и открытого типа, в том числе, где он является учредителем?» Этот вопрос мы адресуем нашему юристу. Здравствуйте, Александр. В соответствии с пунктом 4, часть 3, статьи 69 Федерального закона об акционерных обществах, совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и членами коллегиального исполнительного органа общества, должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров общества. Перед тем, как зачитывать письма с вопросами по уголовному праву, хотелось бы сказать несколько слов о принципе равенства граждан перед уголовным законом. Преступник подлежит уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Возможно только одно основание уголовной ответственности – наличие в совершенном деянии признаков конкретного состава преступления. Ко всем лицам, совершившим одинаковое преступление, должен применяться один уголовный закон. Вместе с тем, равенству всех перед уголовным законом должно предшествовать социальное равенство. И если уже говорить о социальной ценности уголовного права, то она состоит прежде всего в охране общественных отношений, а именно мира и безопасности человечества, личности, ее прав и свобод, общественных и государственных интересов, и всего правопорядка от преступных посягательств. Для осуществления этих задач уголовное право и законодательство устанавливают основания и пределы уголовной ответственности, определяют, какие опасные для личности общества и государства деяния признаются преступлениями и закрепляют виды наказания и иные меры уголовного правового воздействия. Итак, письма с вопросами по уголовному праву. Пишет нам Елена Самсонова из Москвы. Скажите, пожалуйста, через какое время после положительного решения суда об условно-досрочном освобождении человека обязаны выпустить из колонии? Суд был 25 декабря 2009 года. Но человек сидит до сих пор. Говорят, что не готовы документы. За разъяснениями мы обратились к нашему юристу. Здравствуйте, Елена. В части 5 статьи 173 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации сказано, что досрочное освобождение от отбывания наказания производится в день поступления соответствующих документов. А если документы получены после окончания рабочего дня, утром следующего дня, рассмотрев заявление, суд выносит определение. В соответствии с частью 2 статьи 391 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации определение или постановление суда, не подлежащее обжалованию в кассационном порядке, вступает в законную силу и обращается к исполнению немедленно. Следовательно, наличие определения суда об условно-досрочном освобождении должно быть достаточным для того, чтобы заключенный был освобожден. Автор следующего письма Ольга Буднякова из Оренбурга задает вопрос нашему юристу. Подскажите, пожалуйста, мой брат осужден по статьям 158 часть 1 и 162 часть 2 на 2 года 3 месяца в колонию общего режима. Это его первое привлечение. У потерпевших нет к нему никаких претензий, им выплачен моральный ущерб. Все характеристики хорошие, имеется малолетний ребенок. Имеет ли смысл нам обжаловать решение суда? Другой суд может ли ему дать больший срок? А можем ли мы теперь поменять адвоката? Эти вопросы мы адресуем нашему юристу. Здравствуйте, Ольга. В соответствии со статьей 75 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, впервые совершившее преступление, небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилась посповинной, способствовала раскрытию и расследованию преступления, возместила причиненный ущерб или иным образом загладила вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестала быть общественно опасным. Однако, преступление, предусмотренное частью 2 статьи 162, является тяжким. Следовательно, статья 75 в данном случае не применяется. Вы можете обжаловать решение суда. Суд второй инстанции не может назначить более серьезное наказание. Часть 2 статьи 360 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Вы также можете поменять адвоката. Наталья Савина из Краснодара спрашивает. Скажите, есть ли основания для обыска, если человек проходит по делу о наркотиках, как свидетель, близко знаком с обвиняемым, и как по закону должен проводиться обыск? В соответствии со статьей 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, основанием производства обыска является наличие достаточных данных, полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Обыск производится на основании постановления следователя. Обыск жилища производится на основании судебного решения. Обыск должен производиться в соответствии со статьей 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. По результатам обыска составляется протокол. Галина Соломанова из города Санкт-Петербурга делится с нами своей ситуацией. Мой муж в ходе конфликта, который произошел в коммунальной квартире, схватился за нож и нанес соседу колото-режущую рану в правую сторону груди, глубиной 5 мм и длиной 1,5 см. По свидетельству заинтересованных соседей, он намеревался соседа убить. Все наши доводы о том, что его в течение полугода провоцировали при каждом удобном случае, что убивать он никого не собирался, а только хотел напугать. В суде первой инстанции не были приняты во внимание эти обстоятельства. При этом он сам пришел в милицию с повинной и честно обо всем рассказал. Вред, нанесенный здоровью потерпевшего, не потребовал даже лечения после оказания ему первой помощи. Моему мужу 52 года. Данное действие он совершил впервые в своей жизни. Однако он был осужден по статье 30 части 3 и статье 105 части 1 покушения на убийство 4 февраля 2010 года. Подскажите, пожалуйста, на какие моменты нужно обратить особое внимание при написании кассационной жалобы. Здравствуйте, Галина. Кассационная жалоба должна иметь одно из следующих оснований. Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленной судом первой или апелляционной инстанции. Нарушение уголовно-процессуального закона. Неправильное применение уголовного закона. Несправедливость приговора. Для составления кассационной жалобы на приговор суда необходимо ознакомление с приговором суда, а точнее, с его мотивированной частью. Учитывая обстоятельства дела, совершение преступления впервые легкий вред здоровью и явка с повинной, которой необходимо указать к кассационной жалобе. Вашему супругу возможно применение условного осуждения. Продолжаем отвечать на письма наших телезрителей, касающиеся уголовного права. Пишет нам Ирина Фомина из Красноярска. Моему мужу был дан приговор, цитирую, признать виновным по факту незаконного приобретения, изготовления и хранения без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой назначить наказание в виде трех лет лишения свободы без штрафа. В соответствии с пунктом В, части 7 статьи 79 Уголовного кодекса Российской Федерации, отменить условно-досрочное освобождение от наказания. По части 2 статьи 158 был несовершеннолетний. В соответствии со статьей 70 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности приговоров путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Срок наказания исчислять с 21 января 2009 года. Вопрос. Можно ли рассчитывать на смягчение приговора домашний арест по поправкам президента от декабря 2009 года? По истечении какого срока можно подавать на условно-досрочное освобождение? За разъяснениями по этой теме мы обратились к нашему юристу. Здравствуйте, Ирина. В соответствии с пунктом 3 постановления пледумом Верховного суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 года отмена условно-досрочного освобождения осужденному в соответствии с частью 7 статьи 79 Уголовного кодекса Российской Федерации сама по себе не может служить основанием для отказа в повторном применении к нему условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. В таких случаях суду надлежит исходить не только из факта отмены осужденному уголовно-досрочного освобождения, но и учитывать в совокупности все данные его личности. Время нахождения в исправительном учреждении после возвращается в это учреждение. Его поведение, отношение к труду и тому подобное. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания либо замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания производится в судебном порядке для наказания за преступление небольшой и средней тяжести. Условно-досрочное освобождение и замена неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания производится только после фактического отбывания осужденным не менее 1,3 срока наказания, если судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания. Пишет нам Андрей Соколов из Московской области. Меня оскорбили в комментарии в интернет-блоге. Возможно ли наказать оскорбившего? И если да, то как? Здравствуйте, Андрей. В Гражданском кодексе Российской Федерации есть статья 152 «Защита чести, достоинства и деловой репутации», в соответствии с которой гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространившие такие сведения не докажут, что они соответствуют действительности. В данном случае необходимо установление личности оскорбившего для того, чтобы подать исковое заявление в суд, указав его в качестве ответчика. Пишет нам Дарья Лесных из Якутии. Можно ли рассчитывать на амнистию или изменение меры пресечения на ограничение свободы по статье 161, если человек отсидел уже 5 лет из 6 назначенных? Здравствуйте, Дарья. В данном случае возможны и амнистия, и замена неотбытой части наказания, более мягкой меры наказания. В вашем случае замена лишения свободы, ограничением свободы. Также возможно подать заявление об условно-досрочном освобождении, статья 79 Уголовного кодекса Российской Федерации. С нами своей ситуацией делится Ирина Дубова из Магадана. Сотрудники милиции избили человека. Мы обратились в УВД, дело передали в Следственный комитет. Там подтасовывают документы, показания свидетелей и отказывают в возбуждении уголовного дела. Дело направляют в суд. Суд отказывает в возбуждении уголовного дела по факту избиения. Кто может защитить интересы людей? Куда дальше обращаться? Город маленький, все друг друга знают. Все заодно, в смысле милиция, прокуратура и суд. Евгений, давайте поможем в этой ситуации. Отвечаю на ваш вопрос, Ирина. Сложная ситуация с правосудием в маленьких городах разрешима. Права и свободы людей в Российской Федерации представляет уполномоченный по правам человека. В соответствии с Федеральным законом об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, уполномоченный рассматривает жалобы на решения или действия государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных служащих, если ранее заявитель обжаловал эти решения и действия в судебном либо в административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе. Жалоба может быть подана в течение года с момента нарушения прав и свобод или с момента, когда гражданин узнал о нарушении прав и свобод. Жалоба должна содержать фамилию, имя, отчество и адрес заявителя, изложение существа, решений или действий, нарушивших или нарушающих по мнению заявителя его права и свободы, а также сопровождаться копиями решений, принятых по его жалобе, рассмотренных в судебном или административном порядке. Считаю этот вариант наиболее подходящим для вашей ситуации. Пишет нам Эдуард Тулиев из Якутска. Ситуация такова. В 1998 году было совершено преступление. Статья 131, часть 3, пункт В. Статья 112, часть 1, Уголовного кодекса Российской Федерации. Было заявление, были справки, суд, медэкспертизы, было уголовное дело, но прекратили производство за отсутствием состава преступления. На то время потерпевшая не могла ничего изменить. Это было не в ее силах. 13 лет, неблагополучная семья, ну и так далее. Все документы, которые были, потеряны. Преступник не понес никакого наказания. Хотя он ранее судим, и на тот момент ему было около 30 лет. Вопрос, имеет ли смысл и вообще имеет ли такая возможность, чтобы поднять все архивные документы и довести дело до логического конца. Действительно, а имеет ли смысл? Отвечаю на ваш вопрос. В действующей редакции Уголовного кодекса Российской Федерации данное преступление зафиксировано в пункт В, части 4, статьи 131, и является особо тяжким. Срок давности по данному преступлению является 15 лет. Так что уголовная ответственность еще может быть применена к преступнику. Что касается преступления, указанного в части 1, статьи 112, то срок давности по данному преступлению составляет лишь 6 лет. Вы можете подать заявление в суд о пересмотре решения, определения или постановления суда ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Для этого вам необходимо будет предоставить суду новые доказательства. Заявление о пересмотре дела ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств подается прокурором. Им же могут быть совершены процессуальные действия по получению доказательств и расследованию дела. Об отказе в возбуждении уголовного дела, так как, по их мнению, на момент ДТП мне причинен легкий вред здоровью. Прошу вас определить степень тяжести вреда здоровью на момент ДТП, то есть 18 апреля 2008 года. Указать документы, регламентирующие порядок определения степени тяжести вреда здоровью и порядок обжалования. Ваш вопрос, Аркадий, понятен. В постановлении правительства от 17 августа 2007 года утверждены правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 24 апреля 2008 года утверждены медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека. Ваши травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью в соответствии с указанными актами. Собрав справки, подтверждающие получение указанных Трамп в результате ДТП, вы можете обратиться в прокуратуру с заявлением о привлечении лица к уголовной ответственности по части 1 ст. 264 УК РФ. Они смогут направить дело на новое расследование. Непосредственно в суд вы можете подать гражданский иск о возмещении вреда причиненному здоровью в статье 1079 ГК РФ и возмещении морального вреда в статье 1100 ГК РФ. Для этого вам будет необходимо собрать все справки, свидетельствующие о затратах на лекарства и лечения. Екатерина Зимина из Нижнего Новгорода рассказывает нам свою печальную ситуацию. Я живу в коммунальной квартире с мамой. В соседней комнате живет семейная пара. Они постоянно угрожают моей маме. Говорят, что физически с ней расправятся. Как и что делать в этой ситуации? С этим вопросом мы обратились к нашему юристу. В соответствии с статьей 119 УК РФ, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Для того, чтобы привлечь соседей к уголовной ответственности, вашей маме необходимо обратиться в милицию с соответствующим заявлением. Тамара Кудасова из Москвы спрашивает, исковое заявление в арбитражный суд надо подавать по месту жительства ответчика? Подсудность дел, рассматриваемых арбитражными судами, регулируется статьями с 34 по 39 Административно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Она может быть определена в договоре. По общему правилу, иск предъявляется по месту нахождения или месту жительства ответчика. Иск к ответчику, местонахождение или месту жительства, которое неизвестно, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения его имущества, либо по его последнему известному месту жительства в Российской Федерации. Иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть предъявлен также в арбитражный суд по месту исполнения договора. Подсудность может быть также изменена по соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления к своему производству. Далее в нашей программе отвечаем на вопросы наших телезрителей, касающихся корпоративного права. Купили киоск и кассовый аппарат для торговли продуктами. Нужен ли договор аренды и с кем? И какой пакет документации еще понадобится? Эти вопросы нам задает Соня Рогожина из Московской области. Отвечаю на ваш вопрос, Соня. Договор аренды земельного участка вам придется заключать, если у вас нет собственной земли, на которой вы хотите разместить свой киоск. Договор аренды земельного участка заключается собственником земли или арендатором при наличии согласия собственника. В связи с этим в каждом конкретном случае необходимо оформление соответствующего пакета разрешительной и иной документации. Кроме этого, для осуществления предпринимательской деятельности вам необходимо будет иметь пакет документов, в зависимости от того, каким видом деятельности вы будете заниматься. Примерный перечень организаций, с которыми вам придется иметь официальные отношения. Налоговая служба, СЭС, МЧС, органы МСУ, милиция, земельный комитет и тому подобное. С вами была программа «Принцип закона». Уважаемые телезрители, вы можете задать свои вопросы нашему юристу. Для этого вам достаточно отправить письмо на нашу электронную почту. Адрес указан на экране. До встречи через неделю и помните, закон – это общепринятая нравственная норма, обязательная для исполнения. Берегите себя!